Уважаемые коллеги, приветствую вас на последнем в этом году предновогоднем гастроклубе и сегодня мы поговорим с врачом-патологоанатомом Дегтяревой Мариной Юрьевной о воспалительных заболеваниях кишки. Но, есть одно большое но. У нас в стране, а может быть даже и не только у нас в стране, существуют сложности диагностики воспалительных заболеваний кишки. Дело в том, что пациенты, когда у них возникают какие-то жалобы, приходят к врачам-терапевтам, гастроэнтерологам, колопрактологам. Чаще всего их направляют на колоноскопию, если жалобы достаточно серьезные. И на колоноскопии врачи-эндоскописты, когда видят какие-то изменения, находят их видимые глазом, эрозии, язвы, какие-то явные воспалительные изменения, как им кажется. Оттуда проводится биопсия. И вот когда мы получаем результаты биопсии, мы обычные врачи, неглубоко погруженные в вопросы морфологии, далеко не всегда можем понять, что это значит. Вот эта инфильтрация какими-то лимфоцитами, плазмоцитами, нитрофилами, сколько их должно быть. И в общем, в большинстве случаев, мне так кажется, вот имея эндоскопическую картину эрозий в кишке и получаем от морфолога, мы от морфолога всегда получаем какую-то воспалительную инфильтрацию, мы бежим устанавливать диагноз ВЗК, воспалительные заболевания, язвенный колит, и от страха начинаем начать какие-то препараты, гормональные иногда препараты, потому что не до конца все понимают вообще в принципе, чем лечить воспалительные заболевания кишки. Ну и частенько бывает так, что вот эти наши действия, они чрезмерные. У меня была одна пациентка, такое длительное начало, которая после родов, у нее был длительный запор, неделю она не ходила в туалет, у нее болел живот, ее зачем-то направили на колоноскопию и обнаружили множественное количество эрозий в прямой кишке, в сигмовидной кишке. И вот женщина только родила, ей надо кормить ребеночка, ехать домой, а ей устанавливают диагноз язвенного колита и начинают лечить ее достаточно серьезными препаратами, лишая возможности грудного вскармливания. Ну в общем, короче говоря, сегодня передача наша будет посвящена вопросам дифференциальной диагностики, как правильно установить диагноз, как отличить ВЗК от инфекционного поражения, от вирусного поражения, от иммунодефицитов, от лекарственного поражения. Может быть эти эрозии вообще связаны с подготовкой кишки к колоноскопии, с приемом препаратов для очистки кишки. В общем, передаю слово Марине Юрьевне, большое спасибо, что пришли. Надеюсь, вы нам поможете сегодня разобраться в этом непростом вопросе дифференцики. Здравствуйте. Здравствуйте, Валерия, здравствуйте, коллеги, добрый вечер. Надеюсь, что действительно сегодняшняя наша встреча поможет очень многим, как морфологам понимать, что отмечать в биопсии, чего лучше не делать, как проводить дифференциальную диагностику, так и гастроэнтерологам понимать, что там на нерусском, на гистологическом написано про эти все лимфоциты, базальные пазмацитозы и прочее. Чтобы вообще понимать, что там написано, наверное, нужно знать вообще норму, что там должно быть в кишке, а чего не должно быть. Но давайте все-таки начнем с того, вообще, что такое воспалительное заболевание кишки, потому что смотрят нас как гастроэнтерологи, так, наверное, и терапевты, которые не очень глубоко погружены в проблему, что такое воспалительное заболевание кишки, какие заболевания относятся к этой группе, и вот что принципиально отличает эту группу болезней от других воспалений, которые там бывают в кишке, например, связанных с инфекцией или с чем-то другим? Да, это группа воспалительных заболеваний кишечника, по-английски она IBD, часто сокращается, если пользоваться научной литературой. Это группа заболеваний, которые являются хронические, они аутоиммунные, то есть это процесс, который сам по себе, как правило, не проходит. Если человек уже заболел болезнью крона язвенным колитом, то оно у него будет и будет длиться. Это активное воспаление до того, как его полечат. И плюс поражаться может не только желудочно-кишечный тракт, но могут быть внекишечные проявления со стороны глаз, со стороны суставов. Нередко это различные боли суставов, воспаления, артриты, артрологии. Такая группа. Выделяют принципиально болезнь крона язвенный колит. И в случаях, когда по каким-либо причинам невозможно определиться, на основании биопсии это одно заболевание, либо другое, выставляется неопределенный колит. Почему выделили эту группу? Дело в том, что подходы к лечению приблизительно одинаковы, как у болезни крона, так и у язвенного колита. Причем следует сразу оговориться, что со временем, по статистике, около 30% случаев язвенного колита болезни крона друг к другу переходят со временем. Это не связано с тем, что одна болезнь становится другой. Просто открываются новые обстоятельства. Допустим, у человека было воспаление только в толстой кишке, воспалена прямая, сигмовидная. Это выглядело как язвенный колит. Но вдруг у него появилось такое хорошее воспаление в подвздошной кишке. И, к примеру, в 12-перстной становится понятно, что это уже не язвенный колит. Тем более он не отвечает на стандартное лечение, к примеру, месолазинами. Зато на затяприне человек хорошо идет, это говорит о том, что на самом деле у него была болезнь крона. А в том, что изначально диагноз был выставлен другой, нет ничего зазорного. Это мировая практика, от этого никуда не уйти. Самое главное, что принципиально подходы в лечении схожи, как бы то ни было. То есть на начальном этапе, когда пациент только пришел, и мы еще не понимаем, что за диагноз, принципиально определится, это ВЗК, воспалительное заболевание кишки, или это вообще не ВЗК, а что-то другое. Да, совершенно верно. И какие могут быть причины вот таких вот изменений серьезных органических в кишке, кроме ВЗК? Все зависит от того, как давно человек болеет. Потому что, когда что-то приходит чужое, обижающее в кишечник... Представляем себе, что вот он только заболел, это вот какой-то новый процесс, свежие симптомы. Вот он в первый раз обратился, и это вот только начавшееся воспаление. Да, допустим, он болеет неделю или две. Тогда на место действия успеют прийти только нейтрофилы. Потому что они такие резвые ребята, первыми приходят. Опасность в том, что им не принципиально на что вообще приходить. Вирусы, это бактерия, лекарственные средства. Допустим, человек аспирин начал пить высоких дозов. Давайте перечислим для наших зрителей основные причины, которые могут вызывать активное воспаление с приходом нейтрофилов и быть похожими на ВЗК, на начальную стадию ВЗК. Значит, инфекции. Какие инфекции? Инфекции абсолютно любые. То есть это могут быть... Сальмонеллы. Шигеллы, эшерихи. Даже вирусные инфекции, они сопровождаются появлением... То есть вирусная кишечная инфекция может тоже приводить к развитию... Фокального активного колита. То есть фокальный активный колит, это... Сейчас я покажу на слайде. Мы можем сначала рассмотреть, как выглядит в норме тонкая кишка для того, чтобы... Да, давайте посмотрим на слайд и увидим для начала, как должна выглядеть слизистая оболочка в норме. Да, это наша толстая кишка в норме. У нас есть поверхностный эпителий. Вот эти вот трубочки, это крипты. То вещество, в котором эти крипты находятся, это собственная пластинка слизистой. В ней есть всякие клетки. И ниже лежит мышечная пластинка, и ниже пошел уже под слизистый слой. В собственной пластинке всегда есть лимфоциты, плазмоциты, эзинофилы. Причем у поверхности их всегда больше, чем в глубине. А нейтрофилов здесь нету. В норме нету. Правых отделов 1-2 могут присутствовать. Количество лимфоцитов и эзинофилов имеет значение? Мы должны знать норму обычной астроэнтерологии? Тут скорее идет речь не о абсолютной норме, а о сравнении. Это уже морфолог смотрит. Потому что клеток должно быть по поверхности собственной пластинки больше, глубиня должна становиться меньше. Это логично, потому что в просвете толстой кишки, вот он здесь находится, пищевые массы со всякими действующими веществами, в том числе бактерии и вирусы в огромном количестве. То есть иммунитет там должен быть настороже. Чем глубже, тем надобность в какой-то иммунной напряженности отпадает. Когда происходит воспаление, то нарушается этот баланс. И плюс в правых отделах кишечника этих клеток воспаление должно быть больше, чем в левых. Соответственно, если морфолог видит, что в левых отделах все так же, как в правых, либо даже сильнее воспаление, то это уже говорит о том, что это какая-то патология развилась. Но мы сначала говорим о нашем пациенте, который полеет недельку. Началась у него диарея, к примеру. И непонятно из-за чего. То ли это какая-то инфекция возникла, то ли действительно дебют в языка. Сюда приходят нейтрофилы. Они находятся в собственной пластинке. Обратите, пожалуйста, внимание на слайд. И нейтрофилы. Вот эти вот козявки. Мелкие нарисованы. Морфологи обычно только видят ядра от них. Они могут лезть в эпителий крипт. Могут в просвет крипт. Первое называется криптид. Второе криптообсесс. То есть эти термины указывают на то, что есть активное воспаление. Если морфолог говорит, что при этом крипты имеют сохранную архитектуру, то есть они не нарушены, как в норме, то мы имеем дело с фокальным активным колитом. То есть что-то более серьезное, более хроническое еще не успело развиться. Оно только-только. Только нейтрофилы прибежали. Крипты сохранны. Просто есть инфильтрация нейтрофилами. Ничего не разрушилось. То есть в целом архитектоника сохранена. Есть просто нейтрофильная инфильтрация. Это значит, мы еще думаем о том, что скорее всего ничего страшного. Или это ранняя стадия чего-то серьезного. Да, то есть это воспаление есть. Но на этом этапе морфолог никак не может отдифференцировать. Это инфекция. Либо это реакция на то, что человек принимает нестероидные противовоспалительные средства, либо другие антиагрегантные другие препараты. То есть противовоспалительные и антиагрегантные препараты могут вызывать вот такие изменения в фишке. А еще какие препараты? Самые частые это... Вот эти, да? НПВП и антиагрегантные. Да, да. Потому что реже начинаются такие, как и пельмумаб, которые используются для биологической терапии меланомы, но вызывают очень тяжелые колиты. Но это самое-самое начало будет. А еще колит, ассоциированный с токсинами А и Б квостридиум дефициле. Будет выглядеть точно так же. И плюс реакция на подготовку. Но тут морфолог уже может отдифференцировать. Чаще всего это левые отделы, потому что они больше всего полоскаются при подготовке. Кишка явно не в восторге от того, что ее так полощут во все стороны большими количествами жидкости. А как часто вот это случайно? Очень часто. Довольно часто. Энтоскописты часто описывают, причем типичное описание этой эрозии в сигмовидной кишке. И морфологи видят, что слизистая, собственная пластинка слизистая, она с отеком, с кровоизлияниями довольно массивными, может быть. И может быть изолированный какой-то криптит, криптовсес, или изолировано несколько нейтрофилов в собственной пластинке, или какая-то изолированная эрозия, но больше никаких признаков воспаления нет. То есть для выставления диагноза колита этого недостаточно. Это все указывает на то, что это реакция... Это реакция... Это реакция кишки на подготовку к лоноскопии. Еще раз повторю, важно, что это преимущество на левое отделы. Это сигма, это прямая кишка. А вот при тяжелых запорах, когда у человека долгое время эти каловые массы находятся в прямой кишке, не бывают тяжелые? Нет, они не будут вызывать воспаление. Ну вот там механическая травма же какая-то происходит. Нет, но механическая травма, она постоянно, она не настолько опасна, не настолько угрожающая для кишки. Там и возникает в прямой кишке деформация крипт небольшая, без воспаления. То есть инфильтрации воспалительной не будет при этом? Да, если человек принимает при этом препараты растительные, препараты сены, то у него может развиться такое состояние, как меланоз кишечника. Это морфологи тоже видят, да? Так, ну ладно, дальше что мы должны рассказать? Дальше, то есть на этом этапе, когда острый калит возникает, то для гастроэнтролога принципиально важно, что он понимает, что это не хронический процесс. Это раз, он может тщательно собрать анамнез. Болеет ли кто-то еще в семье у человека, допустим. Если у него вся семья вдруг начала часто бегать в туалет с диареей, то, скорее всего, это все-таки острая кишечная инфекция. Если поднималась температура, то тоже. Была рвота еще параллельно. Да, да. Все эти признаки... Если диарея очень часто, это тоже признак для... Кишечная инфекция. Вот поэтому часть кишечных инфекций, она будет проявляться чуть-чуть по-другому. Допустим, для шигел больше характерен ишемический паттерн поражения, не как фокальный активный. То есть морфолог шигелез может поставить гистологически, даже если он свеженький, ему несколько дней. Но, как правило, большинство инфекций все-таки отличить невозможно. И их невозможно никак отдифференцировать от дебютов ЗК. Поэтому уже гастроэнтролог на основании того, что человека беспокоит, допустим, если это поражение в слепой кишке, в болгиневой заслонке или в подвздошной кишке, и человека беспокоит преимущественно какой-то дискомфорт в околопопочной зоне, какие-то боли непонятные, и при этом практически нету диареи или есть какой-то кашицеобразный стул, то это не будет острая кишечная инфекция, это будет больше за ВЗК. То есть тут очень важен анамнез. Самое главное, что гастроэнтролог получает информацию, что это не хронический процесс еще. Скажите, пожалуйста, а вот эндоскопические на ранних стадиях ВЗК и острая кишечная инфекция, они тоже выглядят примерно? То есть это все будут эрозии какие-то, да? Да, это будет воспаление, отек, гиперемия, все то, что описывают эндоскописты, это тоже зависит от... То есть вне зависимости от этиологического фактора эндоскопические и гистологические изменения на ранних стадиях, они на ранних стадиях ВЗК очень похожи на реактивные изменения при инфекционных и лекарственных поражениях, да? Правильно? Да, совершенно верно. Так, и что же нам делать? Собирать анамнез тщательно и уже на основании этого делать предположения, возможно, назначать пробное лечение, возможно, да, обследовать пациента, если есть признаки острой кишечной инфекции, то это анализ скала, посевы. А вот фекальный кальпротектин нам в этой ситуации поможет? То есть если это, например, кишечная инфекция, то, может быть, цифры фекального кальпротектина тоже будут чуть повышены, да, но не так сильно, как при ВЗК, или нет смысла? Скорее нет, потому что фекальный кальпротектин показывает, сколько нейтрофилов попадает в просвет кишечника, нейтрофилы будут и там, и там, поэтому... То есть при любом вот таком воспалении, даже если это не ВЗК, фекальный кальпротектин и при инфекциях, и при применении нестероидных противовоспалительных препаратов тоже будет повышен, поэтому это нам не поможет, да? То есть если мы не понимаем, о чём речь, мы должны спросить, не принимает ли пациент НПВП. Ингибиторы протонной помпы могут вызывать? Нет, они воспаления не могут. Не могут. Значит, не принимает ли он НПВП, немножко разобраться с инфекциями, то есть дать, например, анализ кала на токсины АЭБ-клостридии и на патогенную кишечную группу. А если уж мы не выявляем никаких ни инфекций, он не принимает никакие лекарственные препараты, то тогда мы уже настораживаемся в отношении ВЗК, да? Совершенно верно. Если у него болят суставы, то есть смысл сдать кровь на антитела к иерсинеозу. Если они будут отрицательные, то велика вероятность ВЗК также. Либо болезнь бегущая. Вот ещё циреактивный белок, например, в крови, наверное, можно сдать. Это тоже больше говорить за ВЗК, нет? Вероятно, да, но, возможно, это всё-таки острофазовый белок, он будет повышен. То есть при тяжёлой инфекции он тоже может быть повышен, да? Я как не инфекционист точно не скажу. Понятно. Ну, то есть вот здесь вот на ранних стадиях, получается, мы глобально, вот именно по морфологическим данным, отличить одно от другого не сможем. Да, никак. Здесь нам в помощь анамнез и дополнительное обследование. Так, и что дальше? И дальше, если уже человек болеет длительно, то есть больше месяца. То есть месяц у него боль в животе, диарея. Мы тогда ему проводим на этой стадии опять, что ли, колоноскопию, да? Да, к примеру, приходит человек, говорит, что у меня уже год диарея. И тогда он приходит на колоноскопию, эндоскопист видит, что у него тоже изменения есть, изменения сосудистого рисунка, могут быть эрозии, могут быть язвы, всё что угодно. И обратите, пожалуйста, внимание на слайд, что тогда будет в биопсии. То есть мы не видим уже этих трубочек, пробирочек параллельных друг к другу. То есть крипт нет, они разрушились? Да, они разрушились, и плюс они разрушались, потом восстанавливались, но они восстановиться быстро не могут так же ровно, как и были. Соответственно, будет деформация крипт, будет их ветвление, будет та же самая инфильтрация нейтрофилами. Вот это вот они, тут нейтрофилы в просвет идут и дают явно высокий кальпротектин. Вот, и плюс вот это вот всё тёмное, которое сверху донизу идёт, это лимфопазмоцитарная инфильтрация. Она говорит о том, что процесс хронический. И тут уже диагностика идёт другая, тут о другом думает и морфолог, и о другом думает гастроэнтеролог. То есть, в первую очередь, если мы видим такую картину с выраженной деформацией крипт, то с лимфопазмоцитарной инфильтрацией, да, с базальным пазмоцитозом, то есть, когда пазмоциты достигают самого низа собственной пластинки, мы будем думать о том, что, скорее всего, это будет всё-таки ВЗК. Но, опять же, здесь есть некоторые варианты, потому что некоторые состояния могут быть очень сильно похожи. К примеру, точно так же, как в ВЗК, выглядит такой иммунодефицит, как общевариабельный иммунодефицит. Это тяжёлое поражение, когда вылетает созревание пазмоцитов, и, соответственно, у человека резко снижаются все иммуноглобулины. Как правило, такие люди с тяжёлой диареей, они очень быстро теряют вес, у них часто инфекции наблюдаются. Если это первичный иммунодефицит, это, наверное, с детства такая ситуация? Или это может манифестировать во взрослом возрасте? Вот как раз-таки для общевариабельного иммунодефицита пик заболеваемости идёт 20-40 лет, но, может быть, и гораздо позже. То есть в моей практике были пациентки, у которых это развивалось 50 лет и даже более. А расскажите подробнее, какая там клиническая картина? ВЗК-подобная картина, то есть диарея, боль в животе, мольнутриция развивается у них очень быстро. То есть они сильно худеют? Да, да, это такая очень отличительная черта. А в кишке эрозия язвы тоже, да? Да, причём поражение идёт от желудка часто до прямой кишки, полностью вежеет желудочно-кишечный тракт. В тонкой кишке изменения очень похожи на целяки при этом. И морфолог, если смотрит такой биопсид, он может обратить внимание на то, что там много апоптозов будет, и не будет плазмоцитов. Если для ВЗК характерна как раз-таки выраженная лимфопазмоцитарная инфильтрация, то здесь плазмоциты отсутствуют, и тогда уже по биопсии однозначно морфолог может постановить, что это общевариабельный иммунодефицит. В случае с другими иммунодефицитами не всегда так удаётся. Допустим, хроническая гранулематозная болезнь – это детский иммунодефицит, чаще всего в раннем детском возрасте заболевает. Он очень клинически похож на болезнь крона, потому что это то же самое периональное поражение, те же самые фистулы, все эти бахромки периональные в большом количестве. И межкишечные абстессы, межкишечные свищи. Точно так же развиваются артрологии, поражение глаз. При этом ещё и может развиваться поражение печени, поражение лёгких, так как это всё-таки такой выраженный иммунодефицит из-за нарушения системы фагоцитоза. Но морфологи вообще знают об этих нозологиях, об этих иммунодефицитах и о том, что там отсутствие плазмоцитов? Я вам не скажу за всё Одессу. Кто-то знает, кто-то нет. Но это вообще насколько часто встречающиеся? И вот мы об этом должны помнить, или это прям казуистика? Мы должны помнить, потому что в какой-то день это может случиться. Да, это казуистика, но в моей жизни было, наверное, три пациента с общим вариабельным иммунодефицитом. Но я чуть-чуть не показатель, ко мне всё-таки... Более тяжело. Да, стекаются. Поэтому и хроническая гранатозная болезнь тоже встречается. Но более того, есть более 300 иммунодефицитов первичных, которые минорные. Допустим, один я выставила иммунодефицит, подозрение, и потом посылали в США ДНК мальчика. И пришёл ответ, что да, до этого был только такой же иммунодефицит, описан у одного человека в мире. Этот мальчик был вторым. Он заболел в возрасте двух месяцев, и у него была типичная для болезни кроногистологическая и клиническая картина. Но вот этот ранний возраст, и плюс у него было очень мало плазмоцитов. А это как-то влияет на тактику лечения? Или лечится так же? На тактику лечения влияет, потому что разные иммунодефициты отвечают на разные лечения. Но, как правило, один из критериев, на основании которого клиницист может заподозрить, что это первичный иммунодефицит, это не ответ на традиционные методы терапии. То есть начинают лечить кронг как положено, а ответа никакого нет. А коли уж мы заговорили об иммунодефицитах, а при ВИЧ-инфекции есть поражение кишки? Да, причём тут целая группа. Во-первых, там острой инфекцией чаще встречается. То есть чаще всего вирусные аппаратонистические какие-то поражения? Да, вирусные, протозоин, те же самые амебиазы, кишечный спирохитоз, болезнь УИПЛа на фоне, атипичный микобактериоз, который раньше назывался авиоментрацеллюляре комплекс. Ну, то есть это связано не с самим СПИДом, в смысле, а из-за того, что присоединяются очень часто различные возбудители, от которых люди здоровые не страдают, развиваются инфекционные именно поражения? Чаще всего да. Но, однако, описано какие-то лимфопозмоцитарные, довольно неспецифичные инфильтраты, какое-то повышение межапитуляльных лимфоцитов. В одной из статей я встречала. То есть признаки довольно неспецифичные. Так, на основании биопсии заподозрить ВИЧ-инфекцию, если нету оппортунистов, то невозможно всё-таки. Слишком всё неспецифично. Так, понятно. Так, ну, значит, вот мы с вами обсудили иммунодефицит, и что ещё может давать такую же картину похожую? Дивертикулит может быть, причём особенность будет, что изменения ограничены зоной, где есть дивертикулы и где есть их воспаление. Оно называется сегментарный колит, ассоциированный с дивертикулитом. Оно будет гистологически выглядеть абсолютно идентично болезни Крона. Те же самые лимфоидные фолликулы, которые один за другим, как щётки, располагаются. Лимфопазмоцитарная инфильтрация, криптиды, криптообсессы, эрозии, язвы. Всё будет то же самое. То есть важно знать, что эта привязка идёт к... Да, к какому-то месту в кишке, а всё остальное будет в норме. Тут ещё интересный вопрос с оперированной кишкой, потому что может развиваться как паучит, то есть изменения в оперированной подвздошной кишке, так и диверсионный колит — это воспаление в выключенном сегменте толстой кишки, если колостома выведена и остаётся прямая кишка. Иногда эти операции проводятся по поводу ВЗК, и тогда встаёт вопрос, это у нас в культе произошёл рецидив, или это всё-таки диверсионный колит. Он развивается из-за того, что нету пассажа привычного, и нарушается баланс микрофлоры, соответственно, происходит воспаление. Оно гистологически выглядит точно так же, как в ВЗК. Тут морфолог обязан написать, что это, зная, что это оперированная кишка, что может быть как диверсионный колит, как паучит, так и обострение ВЗК. И тут уже клинице смотрит. Допустим, если при этом возникли какие-то вне кишечные проявления, допустим, артрологии, то это будет точно обострение. Да, рецидив. Если же у человека нету, то есть он жалуется только на диарею, на какие-то боли, тонезмы, что угодно, то тогда можно попробовать дать антимикробную терапию. Если она помогла, то значит, это был диверсионный колит, пронесло всё хорошо. Если от антибиотиков лучше не стало, значит, это ВЗК. То есть тут с диагностикой ВЗК важно помнить. Дифференциальная диагностика бывает в несколько ступенек. То есть можно сначала дать антибиотики попробовать, если подозрение. Если лучше не стало, много времени не потеряно. Для ВЗК это будет некритично. Тогда начинается лечение от ВЗК, но зато это будет понятно и это будет безопасно. Потому что в плане безопасности и, возвращаясь к хроническим колитам, есть две патологии, которые могут при неправильном лечении привести к летальному исходу. Первое – это амебиаз, второе – это туберкулёз. И гистологически их бывает очень сложно отличить. От ВЗК. То есть мы бросаемся лечить ВЗК. Да, иммуносупрессией. И вызываем либо фульминатный амебный колит с тотальными язмами. А вот с кластридиями, наверное, тоже так иногда начинают лечить ВЗК, а тут… Но кластридии, пожалуй, не приводит. Хотя… Кластридиальный колит, он тоже может закончиться. Да, но он сам по себе и без иммуносупрессии. Без лечения может закончиться. Так, ну то есть, значит, амебиаз и, что вы ещё сказали, туберкулёз тоже очень сильно нам напоминает вот эту картину. Да, и тут очень важно быть бдительными. То есть если мы назначили иммуносупрессивную терапию, мы видим язву в кишечнике, и человек либо не отвечает, потому что примерно в половине случаев амебиаза кишечного человек просто не будет отвечать. И примерно в половине случаев он себе заполучит фульминатный амебный калий, часто с перфорацией и очень часто с летальным исходом. Там летальность до 25%. А вот как не допустить ошибки не спутать туберкулёз и амебиаз с ВЗК? Есть у вас какие-то… Во-первых, тщательно собирать анамнез. Не путешествовал ли человек… Куда? В эндемичные зоны, допустим, человек ездил в Индию. У меня был пациент с амебиазом, он работал в Судане. Длительно именно там он и заболел. Причём у него настолько был выражен амебный калит, вообще гистологический. Это биоррея с кровью, да? Да, да. Температура есть? Насчёт него я не помню, была не была, потому что его я биопсию отвечала. Знала от эндоскопистов краткие клинические данные. И как вы догадались по биопсии, что это амебиаз? Там были амебы. А, то есть всё-таки возбудители видно? Но амебы эндоскопист тогда очень здорово взял. Он взял 30 биоптатов. Обычно их берётся намного-намного меньше. Тут под конец сроки такой эндоскопист. Да, но из 30 биоптатов только в двух были амебы. А всё остальное было очень сильно похоже на болезнь крона. Только в паре биоптатов очень сильно странно было, что было много единофилов. Это, в принципе, не слишком типично для амебиаза, но тоже чуть-чуть выбивалось из картины крона. То есть всё, что смотрит в морфолог, это всегда сравнение правых отделов с левыми отделами, сравнение типичной картины. И не всегда можно чётко дифференцировать, к примеру, это в подвздошной кишке поражение на фоне приёма нестероидных противовоспалительных. Или это болезнь крона, или это какой-нибудь иерсинеоз, который приобрёл хроническое течение и имеет стёртые границы. А вот можно я спрошу, потому что я немножко запуталась. Вот вы сказали, что всё-таки, когда есть амебиаз, это же тоже инфекция, да? Что когда есть инфекция, мы всё-таки видим вот такие неспецифические пока проявления, там, нитрофильную инфильтрацию. А вы сейчас говорите, что уже амебиаз похож на болезнь крона. Да, тут принципиально имеет значение временной рамки. То есть амебиаз в своём начале, он тоже будет выглядеть по поводу фокального активного. А тут он уже долго болел, да? Да, да. Часть инфекции могут приобретать хроническое течение. Туберкулёз, естественно, будет хронический. Амебиаз – это тоже хронический процесс. Иерсинеоз, он может протекать как остро, так и хронический. То есть он может сам пройти через неделю, он может приобрести затяжное течение. Да, хронический амебиаз, хронический эрсинеоз, туберкулёз очень сильно тоже по своему длительному течению напоминают картину воспалительных заболеваний кишки. Да, совершенно верно. А ещё о чём мы должны помнить? Вот иммунодефицит, инфекции. Цитомигаловирусная инфекция. Так, а цитомигаловирус тоже долго течёт? Да, это хронический колит, причём он очень похож. Здесь, что нас должно насторожить, это иммуносупрессивный пациент. К примеру, он был онкологический пациент, проходил химиотерапию. Это по определению своему даёт сильную иммуносупрессию. Был такой пациент, у которого развилось что-то очень сильно кроноподобное. Да, причём в зоне анастомозы у него был рак сигмовидной кишки, и он был после резекции сигмовидной сигмы. И благодаря тому, что мы с доктором смотрели, обнаружили типичные для цитомигаловируса включения, то тогда смогли... То есть по морфологической картине всё-таки цитомигаловирус можно заподозрить? Чаще всего не всегда попадают эти включения. Но опять же, если человек с ВЗК не отвечает на терапию традиционную, то следует его дообследовать. И, кстати, цитомигаловирус не только сам по себе может вызывать, он может садиться поверх ВЗК. Особенно это у молодых взрослых, потому что у детей часто антитела передаются от матери. Они некоторое время ещё устойчивы. У стариков, как правило, цитомигаловирус может в какой-то очень стёртой форме быть перенесён, и у них уже есть антитела. А вот молодые и взрослые — это самый уязвимый контингент. А вот как мы можем догадаться, что это цитомигаловирус? Какие дополнительные анализы сдать? Есть вариант провести иммуногистохимическое исследование. Биоптатов? Да, взята биопсия. Прямо непосредственно в направлении написать, что мы ищем цитомигаловирус? Да, если лаборатория обладает данным ресурсом, потому что не у всех есть антитела. А вот какие-то антитела в крови бесполезно сдавать в этом смысле? Бесполезно. Бесполезно. И второй вариант — это очень чувствительный метод, мне он больше нравится, чем у многих стахимий. Это сделать ПЦР из парафинного блока. То есть если морфолог описывает, что есть язва, и в язве что-то подозрительное на цитомигаловирус, то этот блок забирается, из него делается стружка, отправляется в ПЦР-лабораторию, и они уже выдают результат. Мы именно таким образом верифицируем, очень хорошие результаты дают. Потому что уже, наверное, случаев 5 я за год работаю. То есть процитомигаловирус, подытоживая, им обычные люди не болеют чаще всего, это вот люди на иммуносупрессивной какой-то терапии, либо уже пациенты с тяжелым поражением кишки, там с болезнью крона, туда может присоединяться цитомигаловирус дополнительно. И если мы, допустим, даем биологическую терапию, человек отвечал, и вдруг перестал отвечать, то мы можем думать либо о том, что у него развилась толерантность. Да, но у нас был пациент, который не шел на трех видах биологической терапии. Тут уже было понятно, что явно в чем-то дело. А как лечат, как борются с темой гонцикловирусной? Гонцикловир, то есть противовирусная терапия, она действует. Да, она довольно агрессивна, насколько я помню, она довольно длительна, но она эффективна. То есть после этого мы этого мальчика хорошо повели. Так, ну давайте сейчас еще раз, чтобы в голове у всех положилось, еще раз повторим. Основные гистологические критерии хронического воспаления, которые могут навести нас на мысль, что здесь есть ВЗК. Давайте еще раз подчеркнем. Значит, это отсутствие крипт, да? Атрофия крипт. Атрофия крипт. Да, деформация их, ветвление, панетоклеточная метаплазия базальных отделов крипт. Что такое панетоклеточная метаплазия? Это что-то на страшном гистологии. Нам это напишут заключение? Да, да. Метаплазия чего? Базальных отделов крипт. Базальных отделов. То есть там много будет этих клеток панеток? Да, да. То есть в левых отделах их быть не должно, они встречаются только в тонкой кишке и в правых отделах. А вот за селезеночным углом панеты у одного процента населения могут быть единичными. Если их становится много в базальных отделах крипт, то это говорит о том, что крипты повреждались. И инфильтрация массивная именно лимфоплазмоцитарная, а не нейтрофильная. Нейтрофилы там будут, но лимфоциты с плазмоцитами будут тоже. Нейтрофилы в этом случае будут указывать на активность. Обострение. А вот про болезнь крона. Там же есть еще какие-то свои специфические особенности? Если вы имеете в виду гранулемы, то да, при болезни крона, к сожалению, у нее выявляется не больше, чем 10% случаев. То есть это не обязательно совершенно? Совершенно, да. До 40% гранулемы бывают при поражении пищевода на фоне болезни крона. А мы вообще можем отличить морфологически или гистологически язвенный колит от болезни крона тогда в таком случае? Чаще всего можно, потому что язвенный колит начинается с прямой кишки и дальше... Это эндоскопически. А вот именно по заключению вашему? Ну, морфолог тоже же смотрит и, соответственно, поэтому сравнивает. Но если такие уже брать критерии, то для язвенного колита более характерна деформация крипта, она более будет выражена. То есть при болезни крона часто крипты могут быть с минимальной какой-то деформацией, либо даже с охранной. При болезни крона они прям лежат как пьяные совсем. Для болезни крона более характерно чаговое воспаление, но это необязательное правило. То, что работает абсолютно, это если воспаление проникло глубоко в подслизистый слой, то это будет болезнь крона. Потому что при язвенном колите это только при фульминантном развитии может быть, когда есть очень глубокие язвы. Это только один вариант. Если есть какое-то воспаление, хоть нитрофилы, хоть езинофилы, хоть что-то в подслизистом слое, то это говорит за болезнь крона. Гранулемы могут быть и там, и там, но они тоже отличаются. Потому что при болезни крона они будут просто лежать. Они либо в лимфоидном фолликуле, либо где-то в какой-то части стенки. Вы же прямо описываете, да, что если вы видите гранулему, то вы описываете, что она есть и указываете, что это тогда больше говорит в пользу болезни. Да, если она не связана с разрушением крипты. Потому что иногда крипта разрушается, это прямо видно, что эти осколки идут, эпителия, и там сидит гранулема. Дело в том, что при этом высвобождается муцин и прочие вещества, которые внутри клетки. Они воспринимаются стенкой кишки как что-то чужеродное, и туда сползаются петлеоидные клетки. Точнее, сначала макрофаги, они становятся петлеоидными клетками и образуют вот эту вот гранулему на месте разрушенной крипты. Но это, как правило, видно. Поэтому это позволяет дифференцировать все-таки болезнь крона от язвенного колита. Можно я вот еще вопрос задам, потому что мне все-таки не до конца понятно. Потому что когда морфологам отправляешь биоптат, они всегда пишут, что есть какая-то лимфоплазма. Вот не видела я другого заключения. Вот если мы берем, например, мой любимый пищевод, которым я занимаюсь, там есть все-таки какие-то численные критерии. Там 15 азинофилов или там еще чего-то. Вот в кишке вашей есть хоть какие-то количественные ориентиры, которые мне помогут ориентироваться? Что все-таки я должна думать о том, что здесь есть серьезное воспаление, там, ВЗК? Да. Или я могу сказать, что это там все хорошо, идите спокойно. На самом деле это ошибка со стороны морфологов описывать лимфоплазмацитарную фильтрацию, если она есть в норме. Я с этим очень активно борюсь. Всегда на всех курсах, на всех семинарах. Потому что у гастроэнтеролога на приеме всегда мало времени, и он не может, глядя в заключение, определиться, что же это все-таки на самом деле. Да, поэтому к морфологам, если сейчас нас смотрят, обращаясь, пожалуйста, не делайте так. Пишите инфильтрацию, если она только патологическая. Потому что есть замечательная фраза. Если клеточный состав собственной пластинки соответствует норме, точка, и он гастроэнтерологам просто облегчит жизнь при этом значительно. Потому что если есть соапазальный пазмацитоз, тогда да, тогда это уже будет патология. Но все остальное очень трудно по бумажке отличить. Так, ну и вот мы сейчас перечислили патологические критерии с вами. Отсутствие крипт, выраженная инфильтрация, иногда наличие гранулем. И давайте еще раз, чтобы уложиться в голове, перечислим, кроме ВЗК, о каких болезнях мы должны в этих случаях помнить. Хронические инфекции, амебиаз, амебиаз, ерсениоз, цитомигаловирус. Все? Из хронических инфекций да, потому что остальные обычно не так хронизируются. Первичные иммунодефициты, всякие разные, общевариабельный иммунодефицит, хроническая граноматозная болезнь. Но это чаще всего ранний возраст, ранний детский возраст, до двух лет. Это может быть лекарственное поражение, к примеру, у пациентов, которые принимают микрофенолатомофитил. После трансмонтации соленных органов, как правило, это при биологической терапии меланомы на фоне приема импильмомаба. И болезнь пехчета также может имитировать. Что еще? Вот здесь на экране посмотрите, да, если кому интересно, можно сфотографировать, чтобы у себя где-то в памяти отложилось. Так, ну и все, наверное. Да, и болезни оперированной кишки, и для проктитов еще актуальные инфекции, передающиеся половым путем. Сифилис вот у вас написано. Да, сифилис и... Холомидиоз. Да. Понятно. То есть об этом тоже надо помнить. Помните. А как в данном случае устанавливается диагноз? Вот нам его верифицировать, если мы подозреваем, что это сифилитический или там холомидиозный практик. Сирологические исследования проводятся. Антитела. Да, исследуется, да. И в целом на основании анамнеза, то есть мы узнаем, был ли рецептивный анальный контакт, и желательно знать, если на гениталиях подобные изменения, ну и также наличие какого-то слизистогнойного отделяемого из прямой кишки тоже указывает на то, что скорее всего это будут ИПП. А вот про туберкулез мы еще, вот про цитомигаловирус вы сказали, иммуногистохимический анализ, а туберкулез, вот если мы подозреваем туберкулез, что мы, какие должны сделать исследования, чтобы подтвердить кишечный туберкулез? Отправить к фтизиатрам, чтобы они проводили... Свои вот эти пробы, да, там диаскин-тест или что? Да, да, квантифероновые, насколько я помню, то есть генетические тесты, потому что даже морфологически есть специальная окраска по цели Нильсона, она крайне малочувствительна. То есть морфолог здесь ничего не сделает, вот вы их там не смотрите своими методиками, какими дополнительными окрасками, иммуногистохим, вы отправляете уже для диагностики, если мы подозреваем к фтизиатрам, да? Да, да. Так, а эрсиниоз, как нам подтвердить? Антитела в крови. В крови, антитела в крови. Это очень легко выполняемый анализ, довольно распространенный. Не помните, какие классы, там, иммуногаблин G, M? M-ки и H-ки. Так, ну ладно, вроде все проговорили, да? Да. Как нам разобраться с диагнозом, если мы подозреваем другие какие-то причины развития воспаления в кишке, кроме ВЗК? Да? Да, мы смотрим на анамнез, на то, как это все развивалось. И здесь важно всегда наблюдать, как пациент реагирует на то, что мы ему назначаем. Если ему на гормонах становится резко и хуже, то это сигнал, что надо сворачиваться и... И искать другую причину. Так, ну ладно, дальше что у нас по плану про... Что оценивает морфолог? Морфолог, да. То есть, если нам... Обратите внимание, пожалуйста, на слайд. Мне очень нравится анталлегория, что диагноз ВЗК никогда не поставить по одному какому-то признаку. Допустим, базальный лимфоцитоз. Это может быть все, что угодно. Мы об этом только что говорили. Вот по совокупности признакам, когда мы знаем, что не увеличено число межэпитриальных лимфоцитов, не утолщен слой субэпитриального коллагена, что не сидят в язве амилбы в двух биоптатах из 30-ти, что все-все сходится, тогда да, мы говорим, что это может соответствовать более вероятно или ВЗК, или, к примеру, ирсениозу. Если дальше, мы уже дифференцировать не можем, но гастроэнтеролог получает необходимую информацию. Человек к нему приходит, он его отправляет задавать антитела на ирсениоз. Если приходит положительный результат, то лечится ирсениоз. Если отрицательный, то значит, это все-таки полезнее корона будет. То есть, тут диагностика значительно сужается благодаря гистологическому заключению. Вот, поэтому из этих всех кирпичиков складываются именно здания. Какие же это кирпичики? То есть, мы смотрим на крипты, и в тонкой кишке на ворсеньке, какие они ровные, либо они кривые, ветвятся с той самой панетоклеточной метаплазией базальных отделов. Смотрим на клеточный состав собственной пластинки, сколько клеток, как они по отделам кишечника распределяются. Именно для этого важна ступенчатая множественная биопсия. То есть, как минимум, два биоптата из каждого сегмента кишечника, которые удалось эндоскописту осмотреть. То есть, вот это тоже важно сказать. Давайте проговорим это для эндоскопистов. Если мы вдруг подозреваем какое-то воспалительное заболевание кишки или, в принципе, заболевание кишки, вызванное каким-то агентом, нужно взять биопсию. Два биоптата из подвздошной кишки, да? Если удается ее интубировать, то да. Дальше. Два биоптата из какой? Слепая, восходящая. И слепой тоже два? Слепая, восходящая, поперечная, ободочная, нисходящая, сигмовидная, прямая. То есть, это 7 локализаций. 14 биоптата. Чего себе. Да? Некоторые берут по 30. Это оправданно. Ну, мне кажется, наши эндоскописты так не делают. Они в лучшем случае берут два биоптата из сигмовидной, два биоптата из подвздошной кишки, если там видят какую-то, как они пишут, эрозии. Не эрозии даже, а гиперплазию, по-моему, они чаще всего почему-то пишут гиперплазию. Да, чаще всего на практике это оказываются обычные первые бляшки, то есть, это нормальный компонент нашей иммунной системы. То есть, в норме, ну, не в норме, а по-хорошему, да, согласно рекомендациям. Есть ли такие рекомендации, да? Да, да. Что надо брать по два биоптата из каждого отдела. Да, это рекомендации как ЭККО идут, Европейское общество по изучению болезни кроноязвенного колита, так и рекомендации последние, которые выходили от Европейского общества гастроинтестинальной эндоскопии. Скажите, пожалуйста, а вот если эндоскопист видит эрозии, например, только в сигмовидной кишке, он должен проводить вот такую биопсию, как вы сказали, из всех отделов или нет? Или только вот из сигмовидной? А, ну, тут решается чуть-чуть индивидуально, потому что по-хорошему должен посылать гастроэнтеролог, и гастроэнтеролог формирует запрос из каких отделов взять. Очень сложно, но вот пришел к нам пациент с диареей, мы-то не понимаем, что у него где. Может, это крон, может быть, это инфекция, может быть, это язвенный колит. И вот если мы подозреваем, что это может быть крон, то тогда берется. То отовсюду, да? И если подозреваем, что язвенный колит, то тоже отовсюду? Да, да. А если мы подозреваем, что это инфекция, то нет? Если инфекция, то возможно, если мы так сильно уверены, что это инфекция, возможно, есть смысл дать антибиотики или не давать антибиотики, а подождать, пока инфекция сама пройдет. То есть, в общем, если у нас есть подозрение все-таки на какой-то серьезный процесс, то тогда вот такая множественная биоцерия. Да, иначе есть высокая вероятность того, что человеку придется еще раз готовиться, еще раз идти на коломоскопию. Это все-таки большой стресс во всех отношениях. Так, ладно, дальше какой план действий? Дальше мы говорим сейчас о пациенте или возвращаемся к нашему слайду? Про кирпичикам. Да, про кирпичики, то есть смотрятся на месте ли бакаловидные клетки панетовские, потому что есть такая редкая патология, как аутоиммуноэнтеропатия, которая тоже может быть похожей на ВЗК. Обязательно оценивается количество межапителяльных лимфоцитов. Это диагностика с микроскопическими колитами идет. Смотрятся субапитальные слои коллагена. Обязательно оценивается, что там на поверхности эпителия. Не сидят ли какие-нибудь криптоспоридии, может быть, либо те же самые амебы, о которых мы говорили. В грануляционной ткани обязательно смотрится нет лица-тамегаловируса. А как, вы глазами что ли видите? Да, там типичные включения клетки становятся большие. У меня впечатление, как бы там макнули в лиловую краску губку и нарисовали клетку. Потому что там чуть-чуть нечеткий контур, она размазанная. Вот, и она очень большая. И она такая лиловая, насыщенная. А вот вы говорите межапителиальные лимфоциты, да? Вот я понимаю, когда там крипты сохранные, эпители весь сохранены. А вот когда вы говорите, что там такая масса, не пойми, где крипты. Все инфильтрировано там лимфоцитами, плазмоцитами, да? Там это можно подсчитать, эти межапителиальные лимфоциты? Да, они всегда видны, потому что поверхностные эпители – это такая полосочка на поверхности. И в ней эти темные точки, шарики лимфоциты. Они четко видны, их всегда нужно считать. Так, а вот при воспалительных заболеваниях кишки, что с ними происходит? Межапителиальные лимфоциты, я так понимаю, количество их увеличивается при микроскопическом колите, да? А при ВЗК, что с ними происходит? При болезни крона они тоже могут увеличиваться, не так масштабно. Как правило, при этом не будет таких дистрофических выраженных изменений эпителия. Но все равно, я поднимала специально этот вопрос, по статьям, иногда микроскопические колиты потом оказываются болезнью крона. Просто это были какие-то изменения очень очаговые. И часть диагноза болезни крона все-таки оказывается микроскопическими колитами. При болезни крона более выражена активность, поэтому если есть скриптиты, криптобсессы, такие выраженные, то это все-таки будет болезнь крона, даже если там много межапителиальных лимфоцитов. Но бывают очень сильно пограничные ситуации. Мы с гастроэнтерологами нашими обсуждали, что пациента диарея не беспокоила. У него были только непонятные боли в углопопочной зоне, по-моему. И как раз-таки один морфолог дал ему заключение лимфоцитарный колит, другой морфолог написал болезнь крона. И гастроэнтерологи все-таки склонялись к тому, что это болезнь крона. Потому что нет диареи, да? То есть еще дополнительно у нас клиническая картина. А при микроскопическом колите все-таки крипты, они сохранны, да? Да, крипты сохранны. То есть только увеличивается количество межапителиальных лимфоцитов в поверхностном слое. Да, там будет лимфоцитарная инфильтрация, но не будет такой высокой активности, как при болезни крона. То есть там не будет эрозий, не будет язв никогда. Понятно. Так, ладно, следующий кирпичик что у нас? Да, про живность мы с вами поговорили, про мёбы. И вот эти все признаки смотрятся, как они в правых отделах, в левых отделах. И сравниваются. Да, да. И вот на основании всего этого, то есть когда я смотрю биопсию, у меня в голове по каждому биоптату 3D-картинка, потому что это все срезы от одного кусочка в одной плоскости смотрится, создаётся. И потом трёхмерная картинка кишки. И то, что я вижу гистологически, ещё соотносится с тем, что видно эндоскопически. Если есть такая возможность посмотреть фотографии, уже из этого появляется диагноз. Но что важно знать, морфологи всё-таки не всесильные. Они не могут сказать, что здесь точно крон, а здесь крона точно нет. Если есть, допустим, хронический терминальный элит, то всё, что морфолог может, это отграничить. То есть он и видит чётко, что это не общевариабельный иммунодефицит точно. Он видит, что это точно хроническое. Он описывает все изменения. Обратите, пожалуйста, внимание на экран. Давайте посмотрим, например, гистологического заключения, как это в идеале должно бы выглядеть. Да, то есть описывается, что есть деформация в арсинокрипт. Описывается инфильтрация, её клеточный состав, куда лезут нейтрофилы и зенофилы. Оценивается количество апоптозов. Вот это важно для исключения цитомегаловируса, который тоже приводит к увеличению апоптозов нередко. И иммунодефицитов, количество межепетриальных лимфоцитов только что обговорили. То есть это вообще каждое морфологическое заключение, все эти параметры должно включать, да? По крайней мере, я искренне считаю, что да. Нет какого-то протокола принятого в масштабе. Да, но практика показывает, что если использовать этот протокол и оценивать каждый признак, то вероятность пропустить какой-то редкий диагноз сводится к минимуму. Вот. И потом отдельно акцентируется внимание на том, что нет никакой живности на поверхности. Вот это вот микроорганизмы, это про всяких зверюшек. Вот. И дается заключение, что это очаговый, хронический, активный, терминальный элит. Вот. Вероятнее всего, это болезнь корона, но может быть и НПВС-энтеропатия. Все, что остается гастроэнтерологу, это спросить у пациента, принимает ли он НПВС. Ну да. Если получить такое заключение, конечно, это замечательно, когда вы настолько суживаете круг дифференциального диагноза, потому что обычно это все-таки звучит без вот этих вот диагнозов, а просто, что есть там воспаление средней степени активности, и сидишь и думаешь, господи, что с этим делать, что это значит и вообще о чем это. Поэтому мы здесь с вами и собрались сегодня. Да, ну что, какой вывод? Какой вывод? Вывод, что все биопсии направлять к вам или учиться самой разбираться вот в этих вот клеточках и критериях, да? Есть вариант ко мне отправить на стажировку морфологов, я провожу, поэтому как вариант. Вот плюс всегда есть литература, то есть я за то, чтобы гастроэнтерологи активно... Развивались в этом смысле. И активно общались с морфологами и заставляли их подучиваться, если у них нет мотивации, потому что и морфолога тогда появляется, жизнь играет сразу другими красками, он понимает, зачем он смотрит эту биопсию. Он видит живого пациента за ней и понимает, как он должен действовать, что написать, чтобы помочь своему коллеге-гастроэнтерологу при этом. Вот поэтому я за общение. Давайте вот сейчас. Оно работает. Все это подытожим, подытожим. И, значит, первое, первое, что мне запомнилось, это что если мы подозреваем у нашего пациента какой-то серьезный диагноз, мы должны нацелить нашего эндоскописта на то, чтобы если он все-таки увидел какие-то изменения в кишке, он взял множественную биопсию из всех отделов, чтобы потом морфологу было с чем работать. Это первое, да? Второе, это тщательно оценивать анамнез, а может быть, даже это и первое, да? Что если все-таки у нас есть подозрение, что это там, например, амебиаз, и пациент только что вернулся из Африки и пил там воду из речки, да? И у него вдруг остро началась какая-то диарея с коровью, или он сходил в ресторан там три дня назад, и вся семья у него тоже болеет по носу, то сначала, может быть, надо такого пациента полечить. А уж если перед нами пациент с длительным анамнезом симптомов, плюс еще с внекишечными проявлениями, да, то тогда мы больше склоняемся в сторону ВЗК и начинаем его уже обследовать более прицельно. Третье, это о том, что получая заключение морфолога, который нам описывает все-таки словами, что там есть выраженная лимфоплазмоцитарная инфильтрация, там криптоабсцессы, деформация крипт и понимание, что, скорее всего, тут есть хронический воспалительный процесс, мы должны помнить не только о ВЗК, да, если нам морфолог, как вы не написали, что это либо болезнь корона, либо НПВП, но и о других процессах, которые могут вызывать такие изменения. Это хронические инфекции. Наверное, вот туберкулез, мне кажется, все-таки у нас не так часто встречается, да? Да, вот, наверное, мы должны помнить больше об арсиниях, да? Да, это очень частая патология. Об и арсиниозе, вот, о приеме нестероидных противовоспалительных препаратах, но если мы будем помнить об иммунодефиците и... И о болезни Бехчета, к примеру. Да, о болезни Бехчета. У меня был один такой только пациент, за всю мою жизнь у которого был установлен диагноз такой болезни Бехчета. Вот, но тогда надо понимать, что этих пациентов мы, по крайней мере, грамотно куда-то переадресуем, там, к ревматологам, к ревматологу надо, Бехчета, к фтизиатру, да, если мы подозреваем туберкулез. Есть дополнительные методы обследования, там, антитела на Ерсинии, антитела к сифилису, да, к бледной этой трепанеме. Вот, ну, в общем, да, тема такая сложная, требует, конечно, дополнительного образования. В одной передаче, в час мы это глубоко, конечно, проговорить не можем, но, по крайней мере, задали такое направление, направление движения, о чем надо помнить, да, каждому врачу, гастроэнтерологу, терапевту, а не только при каждой, там, обнаруженной эндоскопистом язве или эрозии, писать язвенный колит и начинать лечить, как при язвенном колите, частенько получая какую-то даже противоположную реакцию, да. У вас есть чего-то, да, что я не сказала, что нужно обязательно добавить? Да, пожалуй, я бы дополнила еще, что морфолог не всегда может однозначно сказать, есть в языке или нет в языке. Это все-таки чуть-чуть ответственность уже переходит к гастроэнтерологу, потому что он обладает большей информацией, он может собрать анамнез, в том числе лекарственный, эпидемиологический, куда человек путешествовал. Да, совершенно верно. Задача морфолога ограничить это острое хроническое воспаление, активное, неактивное, и на что оно все-таки больше похоже, исключить какие-то патологии типа микроскопического колита, какие-то инфекционные процессы, цитомигаловирус, амебиаз, криптоспоридиоз, кишечный спирохитоз, что угодно, то, что можно увидеть, общевариабельный иммунодефицит, аутоиммунную энтеропатию, и если вдруг эти редкие заболевания возникли, то тогда все-таки не боятся выставлять их по биопсии. А вот кто их лечит, вы можете сказать, например, вот с первичными иммунодефицитами? Кто такого пациента направляет? Тут совместные иммунологи будут и гастроэнтерологи, допустим, если брать общевариабельный иммунодефицит, то общее состояние у них улучшается на фоне заместительной терапии гаммоглобулинами, но состояние кишечника никак не меняется. Там могут сработать биологическая терапия, инфлексимаба, длимумап показаны, и если не ошибаюсь, иммуносупрессы типа 6-меркаптапурина, азотиаприна могут сработать. Понятно, интересно. Вроде бы иммунодефицит с одной стороны, а с другой стороны иммуносупрессивные препараты назначаются для лечения. Ну тогда мы будем с вами, наверное, прощаться. Большое вам спасибо, что вы пришли, осветили нам такую непростую для понимания тему. Пожелаем нашим зрителям здоровья, счастья в наступающем году и до новых встреч. Большое спасибо. Спасибо за замечательную беседу. Всего доброго. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok